Попасть к бесплатному врачу нереально, так считают родители, которые уже несколько недель пытаются прорваться на прием со своими детьми. Сегодня в детской поликлинике номер 4 наблюдалось большое скопление негодующих взрослых. В который раз они атаковали терминал, а он так и не давал им заветный талончик. Хватит терпеть этот бардак, решили мамы и бабушки. Пора звонить на телевидение. Одна из них достала сотовый телефон и набрала 59 90 90. Номер редакции РЕН-ТВ, Набережные Челны. Электронная запись начинается в понедельник с 9 утра. У одних врачей талоны выдаются всего на неделю вперед, у других на две. Однако проходит менее получаса и свободных мест в расписании уже нет. Которую неделю я не могу дочь записать, даже в 5 утра не могу с ребенком стоять на морозе, чтобы записаться. В 5-6 утра приходят, чтобы через терминал записываться, через интернет тоже невозможно. Большинство недовольных посетителей – те, кто стремится попасть к офтальмологу. Несмотря на то, что в этой поликлинике таких специалистов двое, во многих других один или совсем нет, ни к одному из них даже пришедшие пораньше попасть не могут. И сегодняшнее утро не исключение. Кто-то с грудными детьми ходит, кто-то ходит, вообще пенсионеры записывают, потому что взрослые сами на работе. И куда вот деваться нам? Подняли приемную главврача. Главврача нет, она вообще в ноябре будет. Который замещает главврача. Она после обеда будет. Они работают, а мы же нет, мы просто так стоим. Своё удовольствие. И секретарша, секретарша, вот, я не одна, вот, нас мы ходили. Кто-то смеётся нам в глаза, как над дураками. Что вы сюда пришли? Нету записи, что нам делать? Куда нам тыкаться? Но с приездом нашей съемочной группы ситуация изменилась. Приемные главврача у родителей приняли жалобу. Пообещали дать ответ в ближайшее время. Так, я его регистрирую, вам делаю, вот, я отдаю, вот, хорошо. Кроме того, появилось и заведующее отделение, которое объяснило, что программа выдает талоны, например, к офтальмологу, из расчёта 4 пациента в час. Повлиять как-то на процесс, будем говорить, записи через интернет и через терминал. Мы здесь, ни я, ни врачи, мои специалисты в поликлинике. Как мы можем на это повлиять? Сидят родители, нажимают на клавиши, записываются. Кто записался, тот записался. По словам заведующей, к талонам приходят только пациенты с патологиями. Но также врачи принимают так называемых экстренных больных. Они идут без записи, в порядке живой очереди. Мы конъюнктивиты, воспалительные процессы. Воспалительные процессы не ждут, чтобы талон, пока возьмешь, там же будут ухудшения какие-то. Я их беру сразу. Даже без педиатра я их беру. Приходят у нас глаза такие-таки, без проблем. Я их беру. Никогда не отправляем. Мы детей тем более. Заведующие не скрывают, что похожие картины в кабинетах других специалистов. А родителям юных пациентов остается ждать ответа на их жалобу. Будем ждать и мы. Но один вывод уже можно сделать. Современные технологии в виде терминала не избавили от очередей, как планировалось, а лишь придали проблеме новые оттенки. По крайней мере, так это выглядит на примере очереди к окулисту в 4-й детской поликлинике. Ольга Шапкина, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.